Здорово, ребята, это Шамшурин. Значит, тут сегодня мне в личку написали вопрос такой. Ну, то есть, один из вопросов, на который сейчас вот появилось время, я решил ответить. Там парень спрашивает, ну, уже мужчина, который женат, он задает такой вопрос. То есть, что делать с тем, что его женщина, его жена, как бы, после того, как они начали жить совместно, и у них, кстати, еще нет ребенка пока еще, вот, она перестала за собой ухаживать, она как-то расслабилась, она стала хуже выглядеть, она там перестала, ну, то есть, она дома стала ходить как-то в простой какой-то одежде, то есть, не сексуальной, не краситься, там немножко появился жирок и так далее. То есть, обычно такое бывает, когда уже есть ребенок, то есть, там, женщина подзабивает на себя, но здесь она решила забить там на себя раньше, я так понимаю. Да, это, кстати, очень актуальный вопрос, потому что, когда начинаются мужские измены, женщины, они начинают винить в этом во всем мужиков, как бы, да, и, ну, это позиция слабого, да, искать вину в ком-то, в чем-то, ну, соответственно, женщины, они же слабые, поэтому... Давай, чувак. Поэтому в данном случае, как бы, позиция слабого. Так вот, фишка следующая. Как, как, как? То есть, смотри, есть много разных способов, но, опять же, я сторонник того, что всегда надо разговаривать. То есть, любые отношения, они даже строятся на доверии, на каком-то диалоге. И, естественно, что это лучший способ. Но о нем сейчас поговорим. Значит, есть способ, как бы, номер раз, который некоторые психологи предлагают. То есть, начать как-то флиртовать с другими женщинами. То есть, чтобы твоя женщина... Ну, какие-то посеять минимальные способы для ревности. То есть, возможно, где-то там в сайте знакомства завести анкету, хотя это уже не минимальный способ для ревности. Возможно, начать смотреть... Такой более-менее экологичный способ. Начать смотреть на других девушек, когда вы где-то вместе со своей женой. То есть, жена, чтобы это увидела и взбодрилась. Но, опять же, она может понять это правильно, а может понять это неправильно. Могут в твой огород посыпаться камни-палки и, типа, начать обвинять тебя. Она может... Ты такой мудак, смотришь на других. Ты меня больше не любишь. Та-та-та-та-та-та. Есть еще, допустим, такой вариант. Ну, вот этот вариант первый, я считаю его немножко дебильным, как бы. Хотя, ну, можно попробовать, честно. Это может сработать. То есть, только очень аккуратно это внедряйте. Есть такой вариант, значит, например, начни, если ты занимаешься спортом, если ты развиваешься... Ну, как бы, значит, тебе, в принципе, уже нечего начинать. Если ты, как бы, сам на себя подзабил немножечко, да, может же быть такой, что она начала себя так вести, то есть, ну, забивать на свою внешку, потому что ты немножечко расслабился. То есть, ну, в своем глазу мы, как известно, бревна не видим, а в чужом глазу соринку заметим. Вот. Попробуй начать еще более активно заниматься своим телом, спортом, там, своим внешним видом, шмотками, не знаю, чем угодно. То есть, так, чтобы женщина начала видеть твоя, что ты начал за собой прям сильно ухаживать. То есть, возможно, что она подумает, так, что за фигня, он становится лучше, чем я, соответственно, ему, мне тоже надо как-то над собой начать работать. Вот. Потому что, ну, как бы, мужик мой становится востребованным. Вот. И это тоже, в принципе, способ, тоже вариант. И самый такой, как я считаю, действенный, эффективный, это поговорить. Но говорить со своей женщиной нужно уметь. То есть, люди зачастую обижают друг друга, обижаются друг на друга. То есть, я бы просто сел и спокойно сказал, что, ты знаешь, ты у меня самая красивая, ты у меня самая прикольная. Я очень тебя хочу, там, я очень тебя люблю. Вот. Но, вот, ты знаешь, когда мы только начинали с тобой общаться, мне очень сильно, то есть, как-то так вот тонко скажи, да, мне очень сильно нравилось, когда ты ходила по дому в каком-то там сексуальном халате без белья, когда ты делала себе какой-то прикольный макияж, то есть, когда ты одевала на себя какие-то крутые сексуальные шмотки. Мне очень сильно нравилось, когда ты, когда мы часто ходили куда-то, ты была на шпильках, там. Мне очень нравился твой запах тех духов, которые у тебя тогда были. Ну, то есть, не говори, что сейчас ты стала стрёмной, да, скажи, что вот мне тогда-то вот очень нравилось тебе то-то, оно и сейчас нравится, просто мне бы очень хотелось, чтобы ты начала вот ту штуку возвращать. Вот. Либо, если ты понимаешь, что она ее немножко разбеконила, ну, скажи, слушай, я хожу в клевый тренажерный зал, или там запишись туда специально, скажи, давай ходить туда вместе. Потому что я считаю, что мы с тобой оба должны быть красивыми, я ни в коем случае не намекаю, что ты там какая-то непривлекательная, наверное, просто я бы хотел, чтобы мы с тобой оба были классные, красивые, чтобы, когда мы заходим с тобой в рестик, или в клуб, или в театр, чтобы на нас все смотрели, и чтобы мы понимали, что мы, сука, здесь самые-самые красивые. Вот. Как-то так. Сейчас, ребят, погодите. Ну, то есть, в принципе, я считаю следующее, что... Давайте, мужики. Что в любом... То есть, в любых отношениях все можно решить разговором, то есть, все можно решить общением, все можно решить, там, тактичным, красивым, спокойным общением. То есть, чтобы никто никого не обижал. Вот. Такие дела. Еще момент, парни, смотрите. Ну, то есть, всегда начинайте с себя. Не надо сразу винить, что вот она разжирела, еще что-то. Может быть, есть причина в том, что она разжирела в вас, в том, что она перестала с собой ухаживать. Может быть, какой-то косяк с вашей стороны, но еще раз говорю, вы его не заметили. Такая фигня. Значит, смотрите, ребят, пишите мне вопросы под это видео. Вопрос-ответ будет выходить сейчас чаще. У нас будет прям просто завал крутых видосов, которые мы сейчас готовим. Опять же, я возьму несколько человек на бесплатную консультацию, но с условием того, что я покажу эту консультацию на ютубе у себя на канале. И с условием, что это будет какой-то прикольный, интересный вопрос. То есть, какая-то интересная ситуация, которую есть смысл обсуждать. Значит, еще раз с вас вопросы для вопрос-ответа в комментарии. С вас ситуации для бесплатной консультации, но сразу в комментах пишите «бесплатная консультация» или там «консультация» и свой вопрос, что бы вы хотели обсудить. Но еще раз, условия такие, что я вас покажу у себя на канале. Возможно, мы закроем вам лицо. То есть, самое главное, что вы будете, ваше туловище будет видно. И, значит, еще два момента, две важных новости, которые, опять же, нужно вам сообщить. То, что у нас 22-го, 23-го уикенд такой экспериментальный, двухдневный, направленный только на знакомство в Москве, будет проходить. И еще осталось буквально там 3-4 места. То есть, вы можете успеть. Возможно, на момент того, как это видео выложим, останется еще меньше места. Успевайте. Буду я, будут мои лучшие тренеры. Будем вас пинать целую субботу, воскресенье, два дня. То есть, никому мало не покажется. И, значит, соответственно, 29-го и 30-го та же самая история будет в Санкт-Петербурге. То есть, специально для этого приеду в Санкт-Петербург. И у нас будет такой же уикенд в Питере. Поэтому, ребята из Питера, желающие... Бля, как тут развернуться-то? Желающие пройти аналогичное событие, аналогичный курс, аналогичный тренинг. Я вас жду там. Итак, все ссылки для того, чтобы записаться и задать вопросы, они под видео. Там будет ссылка на Москву, ссылка на Питер. Пишите, звоните. Еще раз, жду вопросы. Это был Шамшурин. Погода говно, блин. Слушайте, не знаю, где как, но Москва вообще, она просто косяча с погодой. Все, увидимся, ребят.